Солнечное утро 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 И это, видимо, какую-то печать, какой-то фундамент дает им в жизни, даже если они не заходят в храм. И, соответственно, это накладывает печать на все их поступки, на все их выборы. И я думаю, что в трудный момент они, конечно, Господа вспомнят. Служение в храме Рождества Христова для священнической семьи Моисеевых как первая любовь. Рядом близкие по духу люди, друзья, общее православное пространство, общие семейные праздники, которые исплачивали и воспитывали, и были наполнены духовным смыслом. Кроме того, отец Дмитрий здесь исполнил свою давнюю мечту. Организовал Центр поддержки материнства «Колыбель». Беременные женщины приходили сюда, чтобы получить профессиональную консультацию православных врачей и духовную поддержку священника. Сколько нерожденных душ было отмолено в этих стенах, а сколько спасено. Все было весной в цветах, в пельпанах. И вот к матрёне дети очень любили прибегать. Вот эти цветочки – это же тоже созерцание такое. Они с матрёной были связаны. Пути Господни неисповедимы. В 2013-м Моисеевы уехали из Екатеринбурга. С того времени священническая семья живёт и служит в чувашском городке «АллатРь». Но, бывая в родном Екатеринбурге, обязательно приходят в храм Рождества. Воистину воскресе! Воистину воскресе! Боже, помощь его вести. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Мы славы, Господи. Просто ненадолго, да? Ну, да. Спасибо, Господи. Как ножка. Ножка. Как с Марусей приехали паспорт получать. В Екатеринбурге у матушки Дарьи дела семейные. Она приезжает в ту квартиру, в которой прошло её детство. А детство её было ярким, радостным. Мама Клара Михайловна преподавала в школе. Папа Борис Михайлович поработал токарем на заводе. Оба – большие любители поэзии, музыки и своей семьи. Даша была старшим из троих детей и единственной дочерью. Как-то всегда чувствовала, что меня любят. И даже не знала, кто. То есть, ну, в детстве, видимо, родители. То есть, как-то так папа в шутку, что ли, сделал, что я почему-то себя с детства чувствовала некрасивой, но никогда от этого не комплексовала. То есть, я всегда чувствовала, что меня любят. Я считаю, это тоже дары, что ты как будто вот в любви купаешься. То есть, и по жизни я встретила очень много людей, от которых я тоже чувствовала любовь. И, ну, это здорово. Дарья росла в советские годы. Про веру в семье не упоминали. Но на каком-то генетическом уровне была соборность, желание творить общие благие дела. Родители устраивали для детей походы. Целым классом на велосипедах выезжали на Ганину яму. А там общие игры, каша из котелка и большая литература. Мама читала вслух у костра. Когда дан дар слова писателю какому-то, и ты вот этот хороший дар слова даёшь возможность услышать ребёнку своему, то есть привить какой-то вкус, хороший язык услышать, это очень важно. И когда это происходит родительским голосом, это очень важно. После школы Дарья окончила факультет математики и механики Уральского госуниверситета. Какое-то время работала по специальности, преподавала в школе. Но прогнозируемое течение жизни изменилось бесповоротно, когда девушка приняла святое крещение. Ей было 26 лет. Вот у меня была тема диплома в университете, когда я на Матмихе. Бифуркация рождения цикла на цилиндрической поверхности бинарного расплава. И когда я решала эту задачу, уже когда диплом был готов, мне Валера Мансуров, Царство Ему Небесное, руководитель моего диплома, говорит, слушай, тебе зададут тот вопрос, почему ты взяла эти граничные условия в нелинейных уравнениях? Я говорю, ну как, они же большего порядка. Он говорит, когда ты решишь эти уравнения, выплывут другие величины, которые казалось, что не имеют влияния никакого. Также в нашей жизни, в общем-то, то, что происходит, вообще любое действие, оно всегда бывает плодом очень многих мелких величин, порядок которых мы оценить не можем. Крещение, видимо, как раз оказалось плодом многих мелких величин, Божьим промыслом, иначе говоря. Через три года Божий промысел привел Дарью на педагогический факультет Свято-Тихоновского православного института. Она говорит, что это были годы ее духовного становления. Когда мы сдавали какой-то экзамен, и была возможность потом переговорить с педагогом, с этой московской элитой, как они внутри себя, какие у них принципы внутри семьи, для меня каждый раз было открытием, что нет каких-то правил вот таких, что у всех какие-то тонкости. Мне это казалось так любо и так прекрасно, что каждый человек по-своему свою семью делает. Для меня это было открытие. Между тем, сама Дарья собственной семьи не имела, хотя ее же было за 30. Ну, это одно из самых таких, как бы, я считаю, мук жизни, да, когда ты не знаешь волю Божью. То есть ты знаешь, что бывает монашеский путь, ты знаешь, что бывает семейный путь. Ну, и вот мне подсказал еще один человек, что есть еще третий путь. Когда человек один живет в миру, например, вот Симеон Верхотурский, он же не был монахом, но тем не менее он жил. То есть как бы вот люди об этом не задумываются. Но этот путь самый трудный, потому что человек с Господом может что-то разделить, но человек, если бы мы были святыми сразу, это бы, может быть, можно выдержать. Человеку любому хочется тепла. То есть сначала Господь говорит шепотом любви, потом было сам совести, потом рупором страданий. Для меня мукой было, конечно, понять, что. И как бы вот уже возраст был, что как бы вроде бы уже семью поздно сознавать. Но я Господу честно говорила, Господи, да будет воля Твоя, ну открой мне ее, открой. Смирение перед Божьей волей, какой бы она ни была, тоже дар. И дается он человеку духовно зрелому. Потому что принять то, что с привычной точки зрения принять невозможно, может только такой человек. Такой человек и заветные перемены в жизни принят как Божий дар. С Дмитрием Моисеевым они учились вместе в Свято-Тихоновском институте. Все эти годы общались, дружили большой компанией. А на Рождество 2000 года Дмитрий предложил Дарьи стать его женой. И это предложение она приняла как дар. С человеком происходит что-то, когда вот он приобретает или утрачивает. Человек должен дальше с Господом разговаривать и спрашивать, а что дальше. А дальше был церковный брак по взаимной любви. Через полтора года после венчания главе семьи предложили принять священство. Его жена должна была стать матушкой. Не плачь, девка, не рытай, такари очи не стирай. Раз, два, горе не беда, такари очи не стирай. У меня, конечно, какие-то были сомнения, там еще что-то. То есть отцу Дмитрию пыталось донести, что я не подхожу для этого. Но вот у него есть какое-то такое, что как-то отдаваться делу, а дальше Господь уже будет править, как вот должно все развернуться. Ну и вот так получилось. Ну, конечно, это было радостью большую, вот то, что семья священника. То есть однозначно, что это понималось как дар какой-то от Господа, как дар. Дар – быть матушкой, быть плечом, тылом, поддержкой мужа в его священническом служении, быть в его тени и всегда рядом, быть незаметной и незаменимой. Мы на всех венчаниях молимся Моисея и Сипфора, Иосифа и Осинефа. То есть мы очень мало про тех женщин знаем, почти ничего. Хотя их имена вошли в церковное служение. Но эти женщины, видимо, просто разделили жизнь этих мужчин, которые у Господа остались в вечности. Наверное, служение любой матушки сродни служению этих женщин. В АллатРе матушка Дарья, как она говорит, тоже служит вместе с мужем в храме святого мученика Иоанна Воина. Деревянный храм возвели в Духовой пустыне рядом с разрушенным каменным во имя этого же святого. Духово пустынь – место удивительное, древнее, намоленное. Семья здесь прижилась. Дети, Маруся и Саша, растут среди чистой природы и чистых отношений. Матушка продолжает педагогическую деятельность в воскресной школе, а дома ведет и за студию, по-прежнему погружая детей в пространство творчества. Ты мое дыхание, утро мое, ты раннее. Ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшую. По такому случаю ты, подожди. По такому случаю ты, подожди. Аллатрский дом Моисеевых всегда открыт для друзей, прихожан из родного Екатеринбурга. Их, как первую любовь, отец Дмитрий и матушка Дарья никогда не забывают. Наша героиня считает, все, из чего соткана жизнь, сама жизнь – это божьи дары, главная из которых – любовь. Во всем он дается, как с песок, он сквозь руки может уходить. Это делается для того, чтобы человек понял, что это дар. И, пожалуй, единственный дар, ради которого стоит жить и служить, который приносит с собой все остальные дары и осознание. Все, абсолютно все в этой жизни во благо, потому что от Бога. Сегодня, сегодня матренушка, сегодня мы с Марусей должны на паспорт сдать документы. Сегодня мы с вами встретились. Это все и на Господе. Да, конечно. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи, мир вашему дому! Субтитры создавал DimaTorzok